Дай почитать. Книга вышла в издательстве Ломоноса в Москве в 2015 году. Это далеко не первая книга автора, который, как профессиональный историк, строго следует фактам, но в то же время пытается очеловечить, приблизить, одухотворить далекое прошлое, заставляя читателей быть сопричастными к бедам и радостям своих героев. Так случилось и в этот раз. Бердинских скрупулезно, ответственно, тонко и деликатно реанимировал к жизни дневник гимназистки Нины, учившейся в Вятке. Затем, как курсистка в Петербурге. В девяти толстых тетрадях Нина не только запечатлела свои юные и зрелые годы, но и зафиксировала тревожный и переломный период русской истории с 1909 по 1924 год. К сожалению, это издание охватывает годы с 1915 по 1918 включительно. Нине в начале, 15 лет, нежная, впечатлительная, хрупкая провинциальная барышня сумела сохранить и привитую ей культуру, и верность самой себе, и преданность чистым идеалам Серебряного века. Это не признание какой-то капризной девицы, а сложный, живой диалог с миром, попытка осмыслить происходящее, осветить его своим внутренним поэтическим даром. Нина писала красивые стихи, хорошо рисовала и музицировала. Она балансировала между жизнью и смертью, ее съедала изнутри жестокая чахотка. Может, от этого такое обостренное восприятие жизни и постоянная саморефлексия. Она родилась в семье местного чиновника, служившего в Вятской губернской казенной палате. В 1913 году золотой медалью окончила Вятскую милинскую женскую гимназию. И с 1914 по 1916 год прослушала два курса историко-филологического факультета высших женских бестужевских курсов в Петрограде. Один из ее преподавателей – мировой светило-лингвист Бодуэн де Кортене. Но болезнь вынудила девушку вернуться в родную вятку, работать в различных учреждениях, в том числе и в библиотеке имени Герца. Ее жизнь была долгой и одинокой, а закончилась в доме престарелых города Кирова. Но кропотливый труд Виктора Бердинских позволил Нине и ее современникам быть услышанными нами жителями 21 века. А нам удивиться глубине красоте духовности русской души и попробовать разгадать код русской культуры. Дорогие слушатели, читая дневник гимназистки Виктора Бердинских, попробуйте разгадать тайну русской души. До новых встреч! Дай почитать